здравствуйте дорогие друзья меня зовут ангелина давыдова и с вами программа экологика мы выходим раз в неделю на волнах эхо петербурга вы также можете посмотреть нас онлайн на канале youtube видеозапись наших разговоров с экспертами из россии и германии в области экологии устойчивого развития изменения климата пару слов о себе я экологический журналист редактор журнала экология права и наблюдатель переговоров он в области изменения климата и как раз о проблеме изменения климата мы сегодня и будем говорить с нашим приглашенным экспертом представителем российского социально-экологического союза руководителем его климатического секретариата ольга сеновой здравствуйте здравствуйте ангелина и так проблема изменения климата это лето крайне жаркое мы все испытываем волны жары в центральной россии какие-то части страны активно подтопляются мы регулярно слышим о климатических или погодных катастрофах которые происходят на юге страны то на дальнем востоке это все скажите последствия изменения климата ну во многом конечно это последствия изменения климата и по-моему сейчас даже скептики климатические скептики так называемые уже не сомневаются что не просто случайные перепады каких-то сезонов жары или сезонов осадков или сезонов длительного холода это тенденция уже многолетняя и рост глобальной температуры подтверждается учеными во всем мире а какие еще последствия несет глобальное изменение климата для разных регионов россии ну вот смотрите во первых мы знаем что глобальная температура за последние 30 с лишним лет выросла на 0 8 почти на 1 градус казалось бы но это так мало да но вот даже такой маленький рост он привел привел к очень большим изменениям такому можно сказать разбалансировки условий климатических а в россии и скорость повышения температуры например вот есть такой параметр скорость повышения температуры за десятилетия он втрое выше чем среднем по миру по миру и повышение глобальной температуры мы говорим около одного градуса а у нас северных регионах россии в арктике три и более градуса уже повышение температуры ну что что самое простое может быть мы видим ну во первых длительные периоды жары длительные периоды холода и длительные периоды осадков климатологи говорят что это связано с тем что атмосферные переносы сейчас не по параллелям происходит а меридиональные то есть с север на юг а как раз вот циклоны они движутся в большей степени с восточно-западном направлении и это приводило к сменяемости засух допустимой дожди сейчас вертикальный перенос такой меридиональный и стоит у нас жара по три четыре пять недель осадки могут быть две недели подряд это конечно все очень изнурительно это очень сложно и для человека и для инфраструктур сокращается ледовый покров мы говорили что в арктике повышение температуры выше например в районе северного морского пути ледовый покров сократился больше чем в пять раз у нас на финском заливе время ледостава настолько уменьшилась что тюлени например серый тюлень не может выкормить своих новорожденных малышей потому что им для этого нужны снежные норы на льду и из-за позднего ледостава увеличилось количество штормов в конце зимы в конце осени и начале зимы а это приводит к разрушениям берегов а что делать мы можем как-то адаптироваться к этим изменениям мы можем как-то помочь и себе и другим живым существам может быть не только живым существам ну мы конечно не можем остановить пока потепление хотя вот усилия международные по парижскому соглашению они направлены на то чтобы снизить выбросы парниковых газов снизить использование скопаемого топлива в этом направлении надо двигаться но если говорить о прямом ответе вот на эти изменения климата ну например разрушение берегов есть программа берегозащиты у нашего города до петербурга есть программа берегозащиты это очень серьезная вещь но хотелось бы например чтобы она шла более дружественным природе путем чтобы это берегоукрепление было не каменным все равно шторма вымывают между этими камнями весь песок весь грунт а чтобы она была природным при балтике в нашей финляндии в польше есть опыт посадки растений которые вот своими корнями удерживают песок даже песчаные дюны не говоря уже о грунтах таких как у нас с глиняной составляющей и вот такой опыт конечно был бы у нас очень хорош вообще в городе вот есть такая концепция сине-зеленые города инфраструктура зелени у воды вот это очень важно для здоровья людей для очистки воздуха у нас не хватает конечно прибрежных зеленых зон даже наша гранитная набережная не то очень и то очень сильно выигрывает когда там есть зелень а уж множество участков набережных которые заняты либо по трассу либо по промзону во всем мире идет тенденция перевода их зона отдыха в рекреационные зоны вот но есть даже такие интересные предложения специалистов я познакомилась с результатами исследования центра экологической безопасности наши нашего и вот там были такие предложения например белый цвет он способствует отражению черные поглощению если бы крыши домов были не темно-серыми а белыми это бы препятствовало такому сильному нагреву домов а как раз от нагрева крыши дом перегревается очень сильно а если бы они были зелеными если там были растения зеленые крыши это было бы еще лучше вот окна есть окна со специальным слоем который односторонне пропускает свет то есть можно настроить свое окно таким образом чтобы он сдерживал ультрафиолет фильтровал его можно сказать ну вы представьте общественную организацию а что экологические активисты представители гражданского общества смогут делать для решения климатической проблемы или адаптации климатическим риском какими проектами занимаетесь вы ну вот когда мы говорим о качестве воды например есть такой эффект эвтрафикации сине-зеленые водоросли зарастания залива он от повышения температуры усиливается многократно но первопричина его это излишнее попадание азота и фосфора в воду так вот если этого азота и фосфора будет меньше или вот этого антропогенного человеческого азота и фосфора от туалетов от моющих средств от промышленности если он не будет попадать в сточные воды и в море то и высокая температура в меньшей степени усилит процесс и мы можем чуть-чуть остановить это разрастание сине-зеленых водорослей я понимаю что водоканал делает очень большие усилия для очистки сточных вод города но у нас есть большой петербург у нас есть пригородные территории там еще масса прямых выпусков сточных вод вот это конечно надо ликвидировать первую очередь развитие пространства рекреационных а что мы делаем ну вот для того чтобы этих стоков было меньше мы как раз пропагандируем способы очистки сточных вод и в индивидуальных домах и в садоводство где еще очень много выгребных ям если говорить о сине-зеленой инфраструктуре мы рассказываем и пытаемся влиять на создание рекреационных зон вот последнее время идет очень много обсуждений прибрежной зоны в городе ломоносове где исторически так создала создалась песчаная насыпь на берегу которая пока еще не присоединена к муниципалитету у нее еще потому что нет места у воды и в такую жару необходимо место воды необходимо зелень воды и мы всеми силами привлекаем общественность потому чтобы они влияли на формирование этой рекреационной зоны спасибо спасибо большое ольга напомню что с вами была программа экологика которая выходит на волнах эхо петербурга вы также можете увидеть видео запись наших разговоров на канале youtube мы разговариваем с российскими и немецкими экспертами о вопросах экологии климата устойчивого развития мы анализируем экологические проблемы современности думаем о том почему они произошли а также пытаемся понять какие решения для этих проблем существуют на разном уровне правительственным на уровне компаний а также на уровне отдельных граждан оставайтесь с нами слушайте нас оставляйте комментарии и до скорых встреч